Плэй-офф Первая встреча прошла между командами Имемо и Стар Легаси. Главными событиями всего матча стал покер Дембо Абубакар из Стар Легаси, который фактически и принес победу своей команде. А у Имемо наиболее результативным оказался Тимур Зайнулин, который оформил дубль, но это, к сожалению, не спасло команду. Итоговый счет 5-3 в пользу Стар Легаси. А вот противостояние между ФК ТКМ и Самонион тоже было не менее результативным. Обе команды действовали достаточно технично. Дубль в свою копилку записал Хемра Сейниазов из ТКМ, команда которого выиграла первый тайм 3-0. Казалось бы, победа уже обеспечена, но во втором тайме Самонион сравнял счет и как итог ничья 3-3. Ну и в очередном матче игрового дня слеснулись команды АЭС Казань и Химический институт. По дублю за химиков забили Айдар Кучкаев и Булат Вайзюлин. А у АЭС Казань два мяча на свой счет записали. Хусейн Аль Лами и Ассас Олег Заед Атеф. Химический институт на протяжении всей игры вел с явным преимуществом и в конечном итоге на последних минутах дожал противника и заколотил победный мяч. 5-4. В другом матче между ИУФ-1 и Дружбой народов особой интриги не было. Дружба народов на классе обыграла ИУФ-1 4-0. Неутешительный результат для ИУФ-1, а игроки из Дружбы народов фактически на протяжении всего матча контролировали мяч. Ну а главным героем встречи стал Амурхан Равилов, который записал в свой актив хитрик. Еще в одной игре с аналогичным счетом Мед обыграл Барславы Сметер 4-0. Мед с самого начала матча навязал противникам бешеный темп, а слаженная игра в обороне не дала Барславы Сметер ни единого шанса для хорошей атаки. Самым результативным данной встречи оказался Адель Фарахов, который записал на свой счет один гол и три передачи. То, что мы выиграли, это замечательно, а то, что игра была сложной, это видно было, наверное. То есть ребята старались, ребята выложили все силы на поле, и все сказывается на счете. То есть мы выиграли с небольшим отрывом, команды были равны, так что все выложились. Просто вот такое, типа, небольшое облегчение, небольшая радость. В другом противостоянии встретились команды Ягс и Блэкпул. Игра была менее результативной, обе команды хорошо сыграли в обороне, при которой любого рода атаки чаще всего заканчивались ударом от ворот. Но все-таки по одному голу команда сумели забить. За Янгс голом отметился Данил Карпов, а за Блэкпул Антон Шеверда. И как итог ничья 1-1. Евгений Алмазов, Амир Сабиров, Глеб Нигмати, Неделя спорта.